привет мои дорогие подписчики и гости моего канала и сегодня вам расскажу как я помогла вчера бабушке вот конечно же на камеру я все это не записала вот как-то даже так получилось все неожиданно не спонтанно шла по своим делам и там стояла бабушка и конечно же я ей помогла вот вчера помогла бабушке вчера я иду такая у меня сумка блогера и там есть маленький такой кармашки я туда специально положила мелочь если допустим я кому-нибудь захочу дать мелочи то она у меня вот как бы там лежит потому что доставать снимать рюкзак его нужно на что-то поставить обязательно может его так неудобно туда просто завесить потом тяжело застегнуть пока кошелек достанешь там как бы это все сложно не очень хочется я это я иду смотрю стоит какая-то бабушка мелочь собирает ну я слышу там доченька что-то помоги там что-то та-та-та не хватает там что-то краем уха я услышу но было очень-очень шумно дорога была рядом конечно же это плохо ее услышала вот ну и край ухом все-таки услышала вспомнила что у меня лежит там мелочь подошла дала и мелочь ну там рубля 4 наверное было я смотрю не стаканчик пустой я думаю господи неужели не дают я думаю 4 рубля бабушки думаю это мелочь и вспоминаю то что я как бы планирую в будущем создавать канал ну как бы помогать людям о помощи вот у меня есть такое в планах но это конечно же в будущем это будет еще там неизвестно когда вот думаю почему бы сейчас не взять и не помочь бабушке короче ставлю сумку недалеко отхожу там бордюрчик такой был это подоконник ставлю туда сумку залазил кошелек а я не помню сколько у меня там денег смотрю меня 200 рублей лежит одной купюры там 200 рублей я думаю эти 200 рублей может быть пригодятся бабушки думаю хоть на что-то вот ну подхожу даете 200 рубля на ой-ой-ой-ой-ой спасибо 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 такое ощущение знаете как будто ей дала не 200 рублей а 20 тысяч там или 50 тысяч она настолько была счастлива она настолько потом она достала свой список я думаю конечно снимать сейчас все это на видеокамеру это будет все посложнее то есть это надо чтобы не я еще и кто-то снимал она достала список таблеток которые ей нужны которые нужно купить список и начала все это перечислять я думаю блин ну конечно 200 рублей это очень-очень мало но у нее есть пенсия часть пенсии конечно же уходит на за квартиру за все вот это сколько я не знаю там у нее остается вот и понимаешь стоит что бабушке помочь надо но я думаю блин сколько ей надо денег думаю блин я тоже не могу как бы дать сейчас чересчур много то есть это надо готовиться к этому это надо чтобы были деньги такие вот именно которые ты сможешь помочь бабушке ну блин мне так было ее жалко все равно стоишь как бы и уже я шла дальше пошла в магазин то есть я выслушала все послушала вас помнила те каналы которые помогают бабушкам как они там карточками спокойно расплачиваются вот и уже прям я иду про себя думаю блин мне так жалко бабушку эту ну ладно я хоть дала ей 4 рубля а 200 рублей еще вдобавок думаю надеюсь что конечно эти деньги ей помогут там хоть какое-то лекарство купить мне было очень-очень и жалко думаю потом уже начала себя успокаивать наташа успокойся у нее есть пенсии там ну как то как то там она сможет все равно как то же она живет как то там все-таки она сможет на пенсию купить себе там докупить какие-то лекарства жалко конечно то что на камеру я это не записала но это конечно нужно создавать отдельный канал о помощи как раз вот таким людям то есть сейчас принципе меняет времени на это нету потому что все таки я сижу с ребенком целыми днями дома и сейчас я еще пока не могу выйти никуда пойти поехать не неожиданно сорваться то есть поехать что-то там ей купить помочь как-то сейчас принципе нету возможности ну конечно жалко но ей хотя бы помогла еще потом обратно шла думаю обратно сейчас пойду то мы дам ей еще денег но я поехал на другом транспорте потому что начинался дождь я до туда уже не дошла уже дождь начинался уже холодно вечер был немножечко помогла таких конечно же таких бабушек очень очень много и я всегда кстати бабушкам помогал я помню даже один раз было мы с мужем вдвоем шли возле торгового центра бабушку как бабушка ну да может бабушка женщина пожилых лет такая я уже точно не помню честно стояла подходит ой меня на лекарства не хватает не дадите ли вы ко мне а меня муж так раз сразу оттянул будет пойдем а я думаю как же так человеку не хватает на лекарство на я думаю не хватает рублей 100 200 я думала вот так вот у меня была мелочь в кармане по 10 рублей я помню очень-очень было много по 10 рублей так про много мелочи было в одном кармане и в другом то есть вместе там было ну рублей 300 наверно точно собрато потому что я помню я считала вот я обратно к ней возвращаюсь на сгребаю вот это вот сумелся вот так вот в обе руки и просто есть все это высыпано так вот содержит и высыпает и тут она мне говорит что ты мне высыпаешь эту мелочь там нафиг она мне нафиг вообще не нужна я надеялась что ты мне дашь там что-то 500 рублей не так это стало обидно вообще мне может быть я все сказал вроде не надо будет это не тот человек который нуждается год по ней видно я так повернулся уже мы ушли повернула голову нормально выглядит она так это не вот прям гуччи там одет но это было конечно очень сильно обидно и после этого я очень долгое время не могла себя перебороть чтобы дать человеку деньги вот я давала только состоит бабушка именно бабушка со стаканчиком на земле именно может быть вот этот барьер то что я дала в руки ну как послужил мне каким-то барьером видимо вот этого мне нужно было стаканчик стоит на полу значит человек нуждается видим него так вот было для меня это что-то был таким понятно вот и потом потом какое-то время еще там никого особо не не видно как бы их редко видно бабушек вот ну давал ну хотя бы там рубля 2 10 там 15 20 вот так даже не понимаю что что этого мало конечно этого учена там на 20 рублей купить по сути пачка масла стоит 100 рублей там а то и выше мясо уж вообще там конечно мизель вот вот такие вот дела так вот я вчера погуляла получился надо это получится таки отдельным роликом как я вчера куры